Эякулят содержит миллионы сперматозоидов. Благодаря хвосту они обладают способностью активного движения. В сперматозоиде много митохондрий. Они-то и дают энергию необходимую для его движения. Обратите внимание, как мало в сперматозоиде цитоплазмы. На переднем конце головки находится акросома, содержащая специфические ферменты, способные растворять оболочку яйцеклетки при ее обладотворении. Ядро сперматозоида содержит гаплоидный набор хромосом. При специальной окраске в головке сперматозоида можно увидеть светящуюся точку. Она свидетельствует о том, что данный сперматозоид несет половую Y-хромосому. В отличие от двух других, которые содержат половую X-хромосому. Рост развития яйцеклетки ооцита происходит в яичниках. Самые маленькие шаровидные образования в наружном корковом слое яичника – первичные или примордиальные фолликулы. При росте фолликулов плоткие клетки превращаются в кубические, цилиндрические. Эпитерий становится двухрядным, двухслойным и многослойным. Одновременно с этим происходит рост ооцита. Яйцеклетку окружает блестящая оболочка. В фолликуле накапливается фолликулярная жидкость. Это зрелый фолликул. Его стенка выпячивается над поверхностью яичника. Под действием нервно-эндокринных факторов и давлением скопившейся жидкости фолликул прорывается. Происходит овуляция. Вот она – начинающая новую жизнь яйцеклетка. Она подата желтком. Увидеть яйцеклетку человека можно только под микроскопом. Одновременно с ростом фолликула ооцит вступает в миоз. Первое деление содревания – редукционное. Диплоидный набор хромосом делится пополам. В процессе миоза происходит обмен участками между хроматидами гомологичных хромосом. Субтитры создавал DimaTorzok Под блестящей оболочкой яйцеклетки появляется редукционная тельца. Способом ультразвуковой диагностики в яичнике женщину можно обнаружить зрелый фолликул. Слева виден фолликул, справа полость матки. Выявление развивающегося фолликула возможно в то время, когда размеры его достигают 1-2 см в диаметре. Яйцеклетка выбрасывается в брюшную полость. Движущиеся фимбрии яйцевода захватывают овулировавшую яйцеклетку и направляют ее в маточную трубу. Маточные трубы совершают перистальтические движения и способствуют транспортировке яйца в полость матки. Клетка окружена лучистым венцом. Продвижению яйцеклетки также помогают мерцательные движения ретничного эпитерия маточных труб. В этот период, после овуляции, происходит облаготворение. Сперматозоиды подступают в половые пути и могут попасть в обе маточные трубы. Но больше их привлекает та, откуда выделяются вырабатываемые яйцеклеткой гинагомоны. Сперматозоиды движутся навстречу тока секрета слизистой оболочки матки и труб. Секрет полового тракта и некоторые гормоны женского организма делают сперматозоиды способными к оплодотворению. Оплодотворение происходит в ампулярной части маточной трубы. Сотни тысяч сперматозоидов достигают яйцеклетки. Своими ферментами они разрушают фолликулярные эпители, окружающие яйцеклетку. Только один сперматозоид попадает в цитоплазму яйцеклетки. Какую, Х или Y хромосому принесет этот сперматозоид? От этого зависит полбудущего ребенка. С проникновением головки сперматозоида в яйцеклетку в ее цитоплазме происходит кортикальная реакция, блокирующая проникновение других сперматозоидов. В яйцеклетке в это время завершается второе деление созревания. В результате этого деления образуются зрелая яйцеклетка и редукционные тельца. Головка сперматозоида в центриорию поворачивается на 180 градусов. Яйцеклетка сперматозоида превращается в мужской пронуклеус. Формируется веретено деление. Хромосомы двух пронуклеусов образуют единый хромосомный набор. Это зигота. Начинается дробление. Клетки делятся методически. Размеры клеток прогрессивно уменьшаются, но каждая дочерняя клетка сохраняет диплоидный набор хромосом. Дробление асинхронное. В течение трех дней дробление происходит в маточной трубе и еще три дня в полости матки, где зародыш также находится в свободном состоянии. На четвертый день дробления образуется многоклеточный зародыш, называемый морулой. Внутри клеточного узелка морулы к концу шестых суток появляется полость. Образуется бластоциста. Поверхностный стой клеток составляет трофобласт. Центральное скопление клеток эмбриобласт. Бастоциста растет и за несколько часов до имплантации сбрасывает блестящую оболочку. В течение шестого дня бластоциста начинает погружаться в слизистую оболочку матки, которая уже подготовлена к имплантации. Продолжение следует... К матке богато разросшимися железами, обильно воскулиризованно. Это первый критический период в эмбриогенезе. Имплантация в дне матки. По размеру плодного яйца можно установить срок беременности. Вернемся к зародышу. Из эмбриобласта отщепляются клетки будущей энтодермы, внутренний зародышевый листок. Из оставшейся части образуется наружный зародышевый листок и амнион. Клетки желточной энтодермы участвуют в формировании желточного мешка. Это первая фаза гаструляции, в ходе которой образовались два зародышевых листка. Внезародышевая мезодерма окружает амниотические и желточные пузыри, подрастает к трофобласту. В этот период зародыш погружается в слизистую оболочку матки. Если смотреть на зародышевый щиток сверху, видно, что по форме он напоминает диск. На его поверхности путем направленного перемещения клеточных масс образуется первичная полоска. Материал первичной полоски погружается, образуя третий зародышевый листок мезодерму, который размещается между наружным и внутренним зародышевыми листками. Далее начинается дифференцировка зародышевых листков. С четвертой недели форма зародыша изменяется. Этот процесс происходит на протяжении всего эмбрионального развития. Посмотрите, как мал зародыш на втором месяце развития, но в нем уже заложены все основные органы и системы. Конец четвертой недели. Амнион окружает тело зародыша. С брюшной стороны сформировавшийся желточный мешок. Начиная с четвертой недели развития происходит отделение зародыша от внезародышевых оболочек. Амниотическая полость прогрессивно расширяется. В стенке желточного мешка развиваются первые кровеносные сосуды, а вместе с ними первые клетки крови, как и у животных сильно выраженной функцией этого органа. На экране развитие цыпленка. Эмбриогеназа человека В конце второго месяца эмбриогеназа человека желточный мешок подвергается инволюции и втягивается в пуповину, которая заполнена соединительной тканью и окружена сверху амнионом. Трофобласт и внезародышевая мезодерма образуют хорион, ворсинки которого интенсивно воскулиризируются и достигают максимального развития в области амниотической ножки и авантоисы. Это будущая детская часть плаценты. Различают зародышевую или детскую и материнскую части плаценты. Вена с двумя пупочными артериями проходит из пуповины в детскую часть плаценты. После рождения ребенка отделяется по след. Это плацента с зародышевыми оболочками амнионом, хорионом и отпадающей бецидуальной слизистой оболочкой матки. С помощью плаценты между организмом матери и плода постоянно происходит обмен веществ. Ворсинки хориона свободно плавают в лакунах материнской крови, откуда поступают кислород и питательные вещества. Из организма плода отводится в кровь матери углекислый газ и продукты метаболизма. В концу третьего месяца беременности плацента окончательно формируется и этот период является критическим. Вернемся к процессам, протекающим в самом зародыши. Начиная с девятнадцатого дня в сформировавшихся зародышевых листках происходят процессы дифференцировки. Из эктодермы образуется последовательно нервная пластинка, желобок. Замыкание желобка в трубку происходит в корониальном и каудальном направлениях. Расширенная нервная трубка в головном отделе зародыша в будущий головной мозг. На спинной стороне зародыша по бокам нервной трубки видны сомиты. Нервная трубка дает начало всей нервной системе и органам чувств. Головной конец трубки оказывает индуцирующее влияние на развитие и дифференцировку окружающих тканей. В этот критический период зародыш легко раним. Из эктодермы же развиваются эпидермис и его производная роговица эпителия ротовой полости. Хорда является осевым скелетом зародыша. Из эктодермы возникают эпителии и железы слизистой отолочки желудочно-кишечного тракта, поджелудочная железа, закладка легких, печень. Мезодерма принимает участие в развитии практически всех органов. Мезанхима заполняет пространство между закладками органов. В самите выделяют три участка. Из дерматомов образуется соединительно-тканная основа кожи. Из склеротомов развивается хрящевая и костная ткани. Из миотомов скелетная мускулатура. Из миоэпикордиальной пластинки мезодермы и мезанхимы образуется сердце. Из нефрагонотомов сегментной ножки образуется закладка выделительной и половой систем. Закладка основных органов и систем происходят в конце первого и в начале второго месяцев эмбрионального развития. В начале третьего месяца беременности мать еще не ощущает движений плода. мать еще и в частности всему второго из пассиву и с ис Продолжение следует...